Нефтьюганские водители потеряли бдительность, а кто-то и совесть. Только за последние два месяца в городе произошло четыре аварии с участием пожарных автомобилей. Три из них спешили на вызов. Во всех случаях не было предоставлено преимущества спецтранспорту. Как отмечают правоохранители, такое поведение чаще свойственно незрелым водителям. Более опытный водитель, на самом деле более дисциплинированный. Молодое поколение, начинающие водители, не пропускают, аргументируют тем, спешка. Спешка, хотели успеть, не видел. И тем не менее, случаются дорожные происшествия по вине водителей более неопытных. В деле спасателей главное прибыть вовремя, будь то скорая, пожарная, полиция или служба газа. От их оперативности зависит чья-то жизнь. До наступления критических показателей, опасных факторов пожара проходит буквально минута. Конечно, очень важно своевременно и быстро прибыть к месту пожара. Водителю допускается отступить от выполнения требований правил дорожного движения. И руководствовать пунктом правил проезжать перекрестки, в том числе и на запрещающий сигнал светофора. Однако, при совершении дорожно-транспортного происшествия, это происходит затяжка по времени. То есть, к месту вызова необходимо ввести в боевой расчет технику, которая стоит в резерве. Время три часа дня. Дороги должны быть относительно разгружены. Сейчас по улицам города отправится пожарный автомобиль с работающими маячками. Те автомобили, что не уступят дорогу, будут остановлены сотрудниками ГАИ. И к ним будут применены административные меры наказания. Пожарные автомобили сопровождали несколько экипажей. Путь был построен по наиболее частым маршрутам спасателей. Практически сразу между шестым и седьмым микрорайонами сотрудники полиции остановили двух водителей. Право принимаем, останавливаемся, говорят. Мужчина пытался оправдаться, что прижался к обочине. Но при этом он выехал с прилегающей территории, не пропустив спецтранспорт. Вот еще один нефтеюганец выехал с прилегающей территории, хотя из гражданских побуждений мог подождать полминуты, пока приедет МЧС. После водитель прижался к обочине, но первый маневр иногда вынуждает спецтранспорт выехать навстречку, создавая аварийные ситуации. Радует, что большинство нефтеюганцев все-таки уступают дорогу, останавливают автомобили, освобождая путь. Это видно по кадрам регистратора. Цель рейда был на то и направлен повысить бдительность участников дорожного движения, призвать их прогнозировать обстановку при организации движения, учитывать при этом состояние дорожного полотна, каких-то искусственных преграждений. По итогам рейда за два часа автоинспекторы остановили четырех нарушителей. На каждого из них составили протоколы. Штраф в таких случаях немалый – от трех до пяти тысяч рублей. А при повторном нарушении могут и прав лишить. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».